Пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно, и будем начинать наш сегодняшний вебинар, второй день, курс персональной инвестиции, и жду от вас подтверждения, что звук есть. Потише, погромче или все в порядке? Пожалуйста, напишите, если нужно будет отрегулировать. Попробуйте сначала проверить у себя максимальную громкость, потому что если я делаю громко, то построение звуки начинает попадать в микрофон. Вот, вижу комментарий, что просят погромче. Попробуйте, пожалуйста, отрегулировать у себя. У меня микрофон, попробую чуть повыше поставить, может быть, как будет звук лучше. И, да, вот Андрей пишет, все хорошо. Отлично, да. Тогда будем начинать. Коллеги, еще раз вас приветствую. Сегодня у нас среда, 18 октября, второй день из курса персональной инвестиции, где мы уже двинемся дальше и перейдем больше к важным практическим моментам, которые связаны непосредственно с трейдингом. Коллеги, напишите, пожалуйста, есть ли у нас те, кто присутствует первый раз, то есть те, кто пропустил первое занятие, просто обозначьте себя, поставьте цифру 1, кто пропустил первое занятие, и я вас сориентирую, где его можно посмотреть. Еще раз представлюсь. Меня зовут Исаков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. В Admiral Markets работаю уже более пяти лет, но могло быть трейдинга, что наиболее важно в рамках данного вебинара, в рамках данного онлайн-курса составляет порядка восьми лет, и, собственно, поэтому я с вами делюсь своим опытом, своими наработками уже непосредственно в рамках данного обучения. Как всегда, небольшое предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, и прежде чем переходить к работе на реальном счету, важно с этими рисками ознакомиться. Ну и вся информация, которая дается в рамках данного вебинара, предоставляется только в качестве обучения в целях повышения ваших знаний в области трейдинга. Но, насколько я помню, что у нас большинство участников уже работает на реальных счетах, поэтому я думаю, что со всеми основными моментами вы разобрались, хотя я получил на почту ряд вопросов, и на них мы тоже остановимся. Собственно, с них мы начнем и о них поговорим. Коллеги, вот также хотел сориентировать ваше внимание по поводу таких рисков, которые могут возникать в партнерстве. Хотел просто пару слов сказать о компании Admiral Markets, так как многие из вас, в принципе, написали, что есть опыт работы на реальных счетах, возможно, вы для себя еще не работали с нашей компанией, но, тем не менее, при выборе брокера, при выборе надежного партнера, важно учитывать как раз тот риск, который и может возникнуть при выборе недобросовестного участника данной сферы, данной области. К сожалению, много не очень хороших примеров было за последние несколько лет. Так вот, когда вы выбираете для себя брокеров, в первую очередь, обращайте внимание на лицензию, это очень важно. В свою очередь, компания Admiral Markets регулируется FCA, это один из самых строгих регуляторов, которые присутствуют в Европе. Более суровым для компании это только американские регуляторы, но они дают возможность работать только с резидентами США, поэтому этот момент важно учитывать. То есть, к примеру, ваши средства застрахованы на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов, на тот случай, если с компанией что-то случится, и компания не сможет отвечать по условным обязательствам, соответственно, средства будут выплачиваться из специального фонда. Также плюсом компании Admiral Markets является разработка дополнения Supreme Edition, которая шея стандартной функции четвертого метатрейдера, пятого метатрейдера, плюс у нас также есть защита от волатильности, которая позволяет минимизировать риск проскальзывания. Я думаю, что многие с вами сталкивались, сегодня будем затрагивать вопрос работы по новостям, и я думаю, что многие сталкивались с таким моментом, когда перед выходом новости использовали торговую стратегию, когда в фонаре отложены ордера, он исполняется или в конце свечи, или с каким-то проскальзыванием. Так вот, настройки защиты от волатильности позволяют как раз этот риск исключить. Я на прошлых вебинарах когда говорил, не сбрасывал ссылку, меня об этом просили, поэтому сейчас вам тоже ссылку скину, чтобы вы смогли ее сохранить и позже уже посмотреть. Ну и компания Admiral Markets на конец 2016 года, пока только эти данные, была признана 15-м брокером по мировому объему, мы постоянно улучшаем наши позиции, то есть когда будут новые данные уже за 2017 год, я обязательно с вами ими поделюсь. Также все вопросы по работе с компанией Admiral Markets вы можете задавать мне на адрес электронной почты, и сейчас я вам его тоже продублирую. Ну, собственно, все вопросы, которые у вас будут возникать в рамках данного курса, в рамках следующего занятия, которое, напомню, по нашей договоренности пройдет завтра, не в пятницу, как мы планировали, а в четверг, также в 18.00. Для тех, кто пропустил первое занятие по той или иной причине, или не получится присутствовать завтра, я прекрасно это могу понять, так как все мы планируем наше время. Я еще раз приношу извинения за эти изменения, которые произошли. Но запись вы сможете найти на нашем YouTube-канале, вот я приложил тоже ссылку на него, вы можете подписаться, и когда новая запись будет доступна, вы там ее обновление увидите. То есть там запись она будет присутствовать. Отлично, по организационным моментам, наверное, все. У меня есть один вопрос, который я хотел бы разобрать перед началом, который получил вот нашего участника, да, с вебинара, который был в понедельник. И, коллеги, если у вас есть вопрос, да, который хотелось бы задать, да, разобрать перед тем, как мы начнем разбирать с понятием технического и фундаментального анализа, да, то есть основополагающие вещи, которые нужно знать, то, пожалуйста, напишите в чат, да, если у вас есть вопрос, мы его разберем. Если вопросов нет, то поставьте плюсик, да, просто обознайте, что вопросов пока не появилось. А я пока в этот момент отвечу на вопрос, который поступил от нашего участника по поводу кредитного плеча. Вопрос, он, сейчас я его зачитаю. Вопрос, он звучит так. Какая разница в использовании большего плеча, в отличие от меньшего, при одинаковом депозите и задаваемом объеме, то есть лоте? По тому же инструменту, кроме того, что маржа при большем плече будет меньше, да, то есть, в принципе, сам механизм работы кредитного плеча. Вообще, коллеги, как вот с плечом, да, все знакомы, ну, плюсики мы уже поставили, давайте там один, да, знаком, да, полностью знаю, как оно работает, ноль, есть какие-то сомнения, есть какие-то непонимания, да, как его использовать, потому что вещь очень важная, да, в этом отношении. А, 0,5, да, отлично, отлично. Тогда, ну, вот это как раз тот момент, да, то есть тот инструмент, который, с одной стороны, может сыграть хорошую службу, да, если бы правильно использовать, а если подходить к ним неправильно, то это чревато довольно-таки большими убытками, да, которые могут возникнуть. Давайте, коллеги, сейчас перейдем. Потом я запущу Метатрейдер, и вот прямо в нем, да, мы вот этот вопрос как раз вместе и посмотрим. Буквально несколько минут, и двинемся уже дальше по теме нашего вебинара. Да, Анатолий, от вас был вопрос, и я считаю своим долгом на нем остановиться, потому что вопрос действительно важный. Я в своей практике сталкивался с тем, что, там, клиенты, которые работали с нами много лет, то есть, да, там, порой 5-7 лет, задавали вопрос о том, как же работать кредит на плечо, да, то есть, ну, многие этим вопросом не задавались. Хотя, если правильно подходить к вопросу риск-менеджмента, то этот вопрос, он никогда, собственно, и не возникнет, да, можем так сказать. Коллеги, вот сейчас перед вами график пары евро-доллар, поставьте, пожалуйста, плюсик, да, если он у вас появился, если вы увидите терминал, да, вот сейчас он должен быть перед вами. Отлично. Кредитное плечо, да, что это такое? Это фактически рычаг, который позволяет вам уменьшить первоначальный вход в сделку, да. Я очень часто слышу формулировки, которые звучат, что, ну, вот у меня есть, там, тысяча долларов, да, брокер дает, там, плечо 1 500, значит, у меня сумма будет в 500 раз больше. Вот это абсолютно неверное, на мой взгляд, понятие, и нужно смотреть на это совершенно по-другому, потому что с чем связан риск, да, кредитного плеча? С тем, что вы можете открыть сделку гипотетически, да, на всю сумму, но, соответственно, риск просадки, то есть движение не в вашу сторону, он будет, соответственно, может привести как раз к большим убыткам. Так, у нас, вот для примера, да, у нас открыт счет, да, на 4800 долларов, да, здесь у нас демо-счет, плечо 1 500, да, давайте сразу же разбираться, то есть что нам дает данное плечо. К примеру, сейчас сделать текст, параметры, сделаем его чуть побольше, чтобы нам задать параметры того, что мы будем с вами смотреть. Предположим, да, то есть у нас есть, давайте округлим, 5000 долларов, да, и плечо 1 к 500, будем постепенно записывать такие параметры, которые у нас есть. Что нам это дает, да, что нам это говорит? Это нам говорит о том, что в тот момент, когда мы с вами открываем сделку, да, вот, к примеру, мы выбираем позицию 1 лот, да, 1 лот, то есть сколько это 1 лот? 1 лот это 100 тысяч единиц базовой валюты, то есть если у нас пара евро-доллар, 1 лот, то мы с вами покупаем или продаем 100 тысяч евро, да, то есть фактически, если вы работаете без плеча, то вам нужна данная сумма. С плечом 1 500 вам потребуется сумма в 500 раз меньше, то есть в данном случае нам потребуется для поддержания наших позиций 200 долларов. Давайте вот, для примера, это сделаем. Ну, чуть больше, да, то есть пересчет идет в долларах, то есть мы получаем сумму 1035, то есть если бы у нас депозит, к примеру, был в евро, то мы бы здесь увидели маржу в размере 200 евро, да, так как курс меняется и конечную цифру мы видим непосредственно в долларах, то есть при формировании сделки по паре евро-доллар, конечный результат идет, ну, соответственно, в долларах. Что это означает? То есть мы с вами вошли в позицию, да, купили фактически 100 тысяч евро, и при этом наш залог составил 235 долларов. Какие важные моменты здесь нужно учитывать? Это стоимость пункта, да. Стоимость пункта у нас в этом случае составляет, ну, одного пункта по четвертому знаку 10 долларов. То есть если цена идет не в нашу сторону, к примеру, 100 пунктов, то мы получаем 1000 долларов убытка. Да, если идет не в нашу сторону 500 пунктов, то фактически наш депозит уже этого не выдерживает, и происходит максимальное закрытие. Так вот, разница заключается в том, что, ну, вот сразу же отвечаю на ваш вопрос, когда вы планируете выход, то есть у вас есть ситуация, по которой вы хотите выйти, да, к примеру, из рынка, и вы должны ориентироваться на то, сколько это будет в деньгах, когда вы выйдете, да, то есть если мы, к примеру, с вами открыли сделку, вот, к примеру, вот по этому уровню, то есть сюда я поставлю стоплосс, давайте сейчас я сделаю отображение, показать торговые уровни, и вот, к примеру, сюда, одну минуту, пятый метатрейдер для меня тоже несколько является новым, вот, поэтому иногда некоторые моменты требуют небольшой настройки. Вот сейчас хочу отобразить, чтобы у нас показывались, показывать объемы. Ну, это не столь важно, да, то есть мы с вами понимаем, что если у нас до расстояния, к примеру, 50 пунктов, при открытии сделки одним лотом, то значит наш убыток составит 500 долларов, да, то есть вот здесь мы выйдем при риске 500 долларов, то есть фактически, когда вы для себя определяете сделку, то есть ставите границу ордера стоплосс, то вот в этот момент вы должны понимать, какой суммы вы рискуете, и тогда при кредитном плечо вообще никакого значения не будет иметь, то есть это плечо 1,500, да, это плечо 1,100, а 1,50 не столь важно. То есть главное, чтобы вам было достаточно для открытия вашей позиции, то есть чтобы вы выбирали данный объем, а остальное уже, собственно, не столь важно. И основная ошибка заключается в том, что да, фактически вот мы можем открыть по, имея на счету, имея на счету, имея на счету там 5000 долларов, мы можем открыть, если мы откроем 10 лотов, у нас будет 250 долларов, а если мы сможем открыть порядка 20 лотов, да, то есть 20 лотов, а теперь представьте, один пункт в этом случае будет стоить у нас уже получается 200 долларов, да, то есть в 20 раз больше. Соответственно, движение против нас на 10 пунктов, это минус 2000, то есть у нас наш депозит может выдержать, в принципе, просадку только 25 пунктов, а 25 пунктов это для рынка, ну, просто ценовой шум. То есть в среднем там пара евро-доллар движется там от 50 до 80 пунктов в день, то есть даже если цена там дернется, немного уйдет в сторону, то общей тенденции, общей картине это может не поменять, а соответственно привести к ситуации стопаут, при которой идет уже принадлежительно закрытие позиций. Вот этот момент важно учитывать. Вот Анатолий, да, задает вопрос, стоимость пункта на большем-меньшем плече одинаковая, только маржа отличает. Да, все верно, то есть вот как раз в этом и заключается основной момент, то есть неважно, какое у вас кредитное плечо, стоимость пункта зависит от объема, просто имея большее плечо, соответственно, меньшую маржу, то есть обязательно для открытия позиций, вы можете, ну, у меня показывается не графика заставка вебинара, да, я сейчас переключил, собственно, вот по кредитному плечу я рассказал то, что хотел, завтра мы еще коснемся с точки зрения формирования торговой стратегии и риск-менеджмента. И еще раз об этом поговорим. Больше плечо дает возможность торговать большим лотом. Ну, фактически да, то есть, имея, вот, к примеру, открывая сделку, как мы сейчас с вами делали, то есть у нас залог 250 долларов. Если мы возьмем плечо 1 к 100, то у нас залог будет в 5 раз выше, да, то есть порядка 1250, то есть это вот обязательно маржа, которая будет зарезервирована на момент, пока вы находитесь в сделке. То есть, соответственно, уже сверх свободных средств, то есть там 5000 минус 1200, у нас остается 3800, то есть на эти 3800 вы можете, ну, теоретически открыть еще сделки. А когда у вас плечо 1 500, то маржа 250, соответственно, свободно у вас 4750, то есть вы можете 4750 использовать в торговле. То есть разница, она то ли только в марже, да, то есть вот в этом она и заключается. То есть главное не просто знать, где вы выйдете, и тогда плечо будет, только в помощь, потому что действительно есть возможность наращивать позицию, ее улучшать, и, собственно, в дальнейшем по ней работать. Отлично, коллеги. Технический анализ. У нас сегодня вебинар, давайте я вернусь на первый слайд, который второй, второй занятий, и на нем мы с вами разбираем основополагающие вещи, которые относятся к техническому анализу и к анализу фундаментальному. Коллеги, как вы считаете, какой из этих анализов должен быть на первом месте, да, то есть как по вашему мнению, что является основным, да, в торговле, в трейдинге. Возможно, вы поделитесь своим опытом, да, то есть что вы для себя используете, как основной вид анализа. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением, это действительно очень интересно. Анатолий пишет технический, Андрей технический, Максим технический, Игорь технический. Технический. Так, будут у нас еще варианты, мне уже становится очень интересно. Николай пишет оба важны. Отлично. Хорошо. На самом деле, здесь важно разобраться просто, в чем заключаются особенности этих двух анализов. Вот я для себя выбрал ну да, Евгений, спасибо. Вот я выбрал то определение, которое, на мой взгляд, является максимально емким, чтобы охарактеризовать технический анализ и фундаментальный анализ. Технический анализ нам отвечает на вопрос, как туда цена пришла, а фундаментальный отвечает на вопрос, почему туда цена пришла. То есть технически мы определяем различные паттерны, да, то есть различные закономерности, различные уровни, для того, чтобы ставить для себя там, во-первых, выбирать точку для входа, и то, что на цену влияло, да, фактически, то есть почему туда цена шла, да, почему был рост или почему было падение. Поэтому мой ответ, да, то есть мое мнение, что нужно в любом случае использовать комбинацию этих двух анализов. И я думаю, что, я просто уверен, что и вы их тоже используете вместе, да, просто вы для себя определили технический, вот многие из вас написали. Но так или иначе, вы смотрите, какие выходят новости, какие публикуются данные, и почему там, разбираете, почему там была большая белая или большая черная свеча на графике. И вот это как раз все влияние фундаментального анализа. То есть они идут бок о бок. И нельзя, то есть неправильно говорить о том, что вот я там только технический трейдер, то есть я вот торгую по технике, игнорирую вообще фундамент. Или наоборот, да, то есть я торгую по фундаменту, игнорирую по технике. Потому что так или иначе, если мы по технике определяем точку входа, нам нужно понимать общую картину, да, общее настроение. А если мы определяем общее настроение по фундаментальному анализу, нам нужно найти точку для входа. То есть в этом и заключается отличие. Так вот, начнем мы с вами с анализа технического. И его я подразделил на две составляющие. Это анализ графический и анализ компьютерный. То есть два его вида. Один это те паттерны, да, то есть те закономерности, те уровни, которые мы с вами находим непосредственно на графике, основываясь на своем опыте, на своей торговой системе. А компьютерный он уже нам помогает ответить, точнее запрограммировать вот этот алгоритм поиска. То есть фактически принятие решения, то есть вход в рынок, оно в 90% случаев идет по техническому анализу. Потому что так это определить с графика, с историей гораздо более эффективной. Вот как Анатолий заметил, цена учитывает все. Один из поплатов технического анализа теории доу. Отлично. Возвращаемся в метатрейдер. И уже теорию мы с вами я думаю, что все знаем, а вот теперь важно это закрепить непосредственно уже на практике, то есть как это делать на графике. Поэтому слайда сегодня практически не будет, да, будет два слайда, один из них вы уже посмотрели, а дальше мы будем уже все разбирать и все смотреть непосредственно на графике. Коллеги, вот сейчас перед вами опять должен появиться метатрейдер, поставьте пожалуйста плюс, да, если вы его видите. Отлично. И прежде чем мы начнем, вопрос, когда мы открываем график, когда мы открываем график и хотим открыть сделку, что мы начинаем делать, что мы начинаем искать, как вы считаете? Самое первое по вашему мнению, да, Максим, да, Максим Туманов, Максим Антипин были, наверное, на всех моих вебинарах, поэтому от вас, другого я, что называется, не ожидал. Куда идет цена, да, Николай пишет, тренд, да, все верно, нам нужно определить тренд. и на самом деле то правило определения тренда, которое существует, которое описано в разных книгах, в разных материалах, собственно, то, с чего начинается изучение трейдинга, оно, в принципе, является основополагающим, на мой взгляд. То есть, что такое тренд? Тренд это формация, при которой мы видим либо постепенно повышающиеся минимумы, либо постепенно понижающиеся максимумы. Вот если мы рисуем тренд, то есть, я сейчас делаю для тренда восходящего, но есть еще боковой тренд, когда у нас нет ярко выраженного движения, а цена движется, зажатые какие-то рамки и движется в данном канале. Тренд, то есть, что в нем важно знать? У него есть две основные его характеристики. это импульс, импульсное движение, затем коррекционное и затем следующий импульс. Этим и характеризуется тренд. То есть, фактически, если мы посмотрим на график пары евро-доллар, начиная с минимального значения, которое мы видели в конце прошлого года, область 1.03, когда подходили, после данных минимумов у нас началась тенденция восходящая. То есть, фактически, цена прошла порядка 1700 пунктов и на текущий момент пока она сохраняется. А сохраняется она почему? То есть, как мы это определили? Потому что у тренда есть одно важное свойство, о котором нужно помнить. Это то, когда мы видим окончание тренда. Окончание тренда у нас происходит тогда, когда уже покупатели не столь сильны, но если мы говорим о тренде восходящем, и инициатива переходит уже непосредственно к продавцам. То есть, это и есть характер рынка. То есть, что стоит за этими свечами, за этими графиками. Это фактически борьба продавцов и покупателей. Кто будет в этом случае сильнее? Если у нас график идет вверх, значит, продавцы лидируют. Если в какой-то момент мы увидим как раз паттерн, который нам скажет, что тенденция поменялась, или с большей радостью поменяется, или начнет поменялась, то уже это нам и подскажет, как нам нужно действовать в текущий момент. Как вы правильно заметили, когда мы открываем график, нам нужно понять, где у нас находится цена и куда нам вообще нужно двигаться. Мы знаем, что цена со 100% вероятностью пойдет вправо, но мы должны понимать, куда идет основное движение, то есть восходящее или нисходящее. И важно помнить еще одно правило технического анализа, то, что тренд ваш круг и сделки, которые открываются по основному тренду, всегда будут в перспективе более эффективны. Но с этим сложно спорить, особенно если мы видим довольно-таки продолжительные тенденции, которые мы видели, в том числе по евро, хоть и в рамках недельного таймфрейма. У нас с 15-го года был как раз что называется боковик, и мы могли работать от нижней границы сначала от нижней до верхней, потом от верхней до нижней, но тем не менее проходы были порядка тысячи пунктов. То есть движение довольно-таки хорошее. И основная задача в принципе трейдинга, то есть не стараться предугадать рынок, не стараться понять, куда он пойдет, где он там будет через месяц, через год, через 10 лет. Это не столь важно. Важно присоединяться в тот момент, когда рынок растет или когда он падает. на мой взгляд, основная задача при формировании торговой системы, то есть набор тех инструментов, которые как раз позволяют просто идти вместе с рынком. Его не нужно стараться переиграть, его не нужно стараться победить. То есть валютный рынок, фондовый рынок это колоссальный объем денег, который, ну как нам, частным трейдерам, мы никогда не сможем на это повлиять. Но только если не начнем управлять своими фондами, там несколько сотен миллиардов долларов, тогда какое-то влияние мы можем на него оказать. Но пока как частного трейдера, как частного инвестора, нам основная задача научиться к нему присоединяться. Так вот, как мы можем определить, что у нас тренд поменялся? Когда он у нас сформирован, мы его видим, у нас есть тенденция восходящая, есть тенденция нисходящая, у нас существуют критические уровни, после прохождения которых мы можем говорить о том, что тренд уже поменялся. Вот фактически данный тренд, небольшой его участок, будет сохраняться, будет являться таковым до тех пор, пока торговля у нас идет выше последнего минимума. Причем, вот обращу ваше внимание, что наиболее важной является та ситуация, при которой этот минимум будет являться корректным, в том случае, если у нас был перехайд, то есть обновление предыдущего максимума. Если мы видим вот такую ситуацию, то есть, например, цена не дошла до этого максимума, значит, для нас ключевой будет являться все еще вот этот минимум, потому что только после прохождения его у нас тенденция может поменяться на нисходящий, то есть уже пойти тенденция вниз. Но, если мы рассматриваем такой классический вариант, то есть вот без каких-то дополнительных вещей, которые мы как раз обсуждаем на наших вебинарах по понедельникам с точки зрения технического анализа, то изменением тренда для нас будет та ситуация, при которой цена пробивает минимум, пробивает минимальное значение и уходит дальше, соответственно, вниз. Поэтому до тех пор, пока мы, к примеру, торгуемся выше данного минимума, тенденция остается на укрепление. Поэтому все сделки, которые будут идти в сторону основного тренда, необходимо уже искать сделки на покупку. Вот Евгений пишет, что пока дожди, что в едином признаках, что тренд сформировался, часто весь движ почти заканчивается. Но здесь достаточно большое количество факторов на это влияет. Во-первых, таймфреймы, которые вы смотрите и те способы определения как раз вот этого момента, точки для входа, они безусловно важны. А сейчас я расскажу, как я это делаю с точки зрения графического анализа. Понятно, что графический анализ это не только тренды, это и японские свечи, и уровни поддержки, уровни сопротивления. Но вот я вам сейчас покажу максимально просто и одно будет выходить из другого. мы с вами понимаем, что у нас если сформирован данный уровень, то он является уровнем поддержки, то есть это ближайшая поддержка. Если у нас идет импульс, движение продолжается, то где у нас будет ближайшая цель? ближайшая цель при восходящем движении это следующее обновление максимума. Здесь у нас будет находиться следующая цель, то есть уровень сопротивления. В принципе, все вытекает из того, если понять, что влияет на рынок, кто сегодня продавцы или покупатели. Так вот, как раз важный момент, о котором я уже как раз заметил вопрос Евгения, начал говорить, это то, где мы определяем тренд. Тренды, их можно подразделить на несколько видов, краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Так вот, если вы планируете работать, то есть открывать сделку с перспективой движения день-два, то есть от одного дня, то лучше брать соотношение это день-четыре часа и час. То есть мы смотрим тренд на дневном, то есть если у нас вот эта ситуация это день, дневной таймфрейм, то уже раскладывая на более мелкие составляющие, то есть переходя на четырехчасовой и часовой и принимая решение уже на часовом, нам вот нужно вот в этом участке, то есть фактически вот в этой точке понять, когда цена начинает двигаться вверх. То есть коррекция закончила это снижение и мы присоединяемся в сторону уже основного тренда. То есть таким образом переходя от большего к меньшему. Такой же подход можно использовать и для скальпинга, то есть работать, например, внутри дня, то есть здесь как правило используется уже день, 15 минут и минута. Тут уже в зависимости от вашей торговли, то есть сколько вы можете уделять этому времени, я буду больше рассказывать о том, как делал это я, то есть для меня рабочий таймфрейм это час, то есть это вот час, меньше которого я в принципе не опускаюсь. но если только очень хорошо сказал, что ниже него не опускаюсь, но я имел ввиду наверное в хорошем смысле то, что не смотрю меньше таймфрейм, потому что там уже появляется ценовой шум, на цену влияет огромный количество факторов, которые могут быть просто ценовым шумом и отвлекать от важной информации, потому что учесть всю информацию абсолютно не нужно, смотреть РБК постоянно, Блумберг, потому что вся информация, которая поступает, да, читать огромное количество аналитиков, потому что кто как пишет аналитику, у каждого есть свое мнение, то есть важно знать, какие для вас ситуации важны для входа в сделку, ну, собственно, формирование торговой стратегии. Так вот, Анатолий пишет коэффициент 5, не совсем понял ваш вопрос, уже просто ушел от того момента, который я говорил, напишите, пожалуйста, еще подробнее, я позже к нему вернусь. Так вот, когда мы определяем тренд, то есть довольно-таки сложно торговать, как я уже сказал, то есть только на дневном или только на часовом, то есть нам все равно нужно понимать общее направление, потому что открыв сейчас, перейдя, например, на 30 минут, мы с вами видим, ну, то, что тенденция идет вниз и можем начать продавать, ну, это вполне логично, то есть цена идет вниз, мы продаем, но если мы возвращаемся обратно на дневной таймфрейм, мы видим, что, ну, практически сейчас тенденция восходящая, и хорошо, если мы продадим в тот момент, когда цена будет продавать минимумы предыдущие, которые были, и, собственно, пойдет дальше вниз, если прямо подумаем, ага, значит, я прав, достаточно смотреть там час, а вот те ситуации, которые были в предыдущий, ну, фактически год, да, то есть вот они бы уже, то есть вот эти коррекции, которые у нас возникали на графике, они уже принесут нам убыток, и если мы сохраним вот это мышление, вот этот стереотип, то уже дальше, ну, убыточных дел будет гораздо больше, поэтому, когда мы определяем тренд, мы начинаем от большего и переходим к меньшему. Что мы видим сейчас, да, если говорить о паре евро-доллар, ну, раз уж мы ее открыли, то на ее примере и, собственно, посмотрим. Мы видим, как уже было отмечено, что тенденция у нас идет восходящая, я возьму вот последние буквально участки, отмечу то, то, что у нас сейчас есть, да, на графике, вот эти волны, эти уровни, которые у нас сформируются, чтобы это было чуть более понятно, я пропущу, пропускаю не потому, что она не важна, она, безусловно, также важна, но пока вот в контексте того, о чем я говорил, это в существенной роли не сыграет. А что мы фактически видим сейчас, да, вот опять же, да, почему я не привязываюсь к каким-то моделям, то есть не рассказываю вам о фигурах, там, голова-плечи и флагах и всем прочим, потому что это вытекает, если, если разобраться с тем, как ведет себя рынок, это уже, но становится более понятно и более очевидно. Вот смотрим сейчас на график, в принципе, по паре евро-доллар, что мы сейчас видим у нас, практически есть попытки на формирование фигуры голова-плечи, да, как я уже вот только что сказал. Но пока цена у нас не уйдет ниже вот этого минимального значения, которое у нас последнее было, то есть вот последняя коррекция и последний импульт, который у нас был, это отметка в области 1,1677. То есть пока мы торгуемся выше данного уровня на днях, то тенденция у нас также сохраняется на укрепление евро по отношению к американскому доллару. Вот как только мы увидим уход уже непосредственно ниже данного уровня, то есть вот таким образом, к примеру, то уже тогда мы можем говорить о том, что тенденция может пойти как цель максимума, на 1,03 и к паритету. Но пока этот уровень поддержки он держится, то есть пока цена его видит и пока она его не прошла, покупки все же пока остаются в приоритете в рамках дневного таймфрейма. И теперь собственно наша следующая задача уже перейти на более меньший таймфрейм и понять, что у нас там происходит, происходит в данный момент. Давайте перейдем для примера сразу же на 4 часа. На 4 часах что мы видим? Вот фактически здесь уже разложив этот последний участок, небольшой участок, мы также здесь видим фигуру голоплечья, но уже меньшего размера, международной информацией и фактически она уже отработалась. либо это двойная двойная вершина, либо фигура голоплечья, это не столь важно. Сам характер, есть какое-то максимальное значение, которое цена не может несколько раз пробить и снизу формируется уже уровень поддержки, с которого она пытается туда зайти снова и снова. А свойство данной фигуры заключается в том, что если цена пробивает те минимальные значения, которые мы видели, то она идет на размер как раз большей вершины, двойной вершиной. Движение было порядка 250 пунктов, смотрим сколько у нас цена прошла на текущий момент, порядка 160 пунктов. Ну, 100 пунктов еще мы не дошли, а после этого вновь пошел импульс пока восходящий. Фигура в классическом ее понимании пока не отработалась. Но и редко это бывает, если брать примеры из книг, потому что там, как правило, все очень хорошо расписано, все очень хорошо видно и все логично. Но когда мы начинаем смотреть рынок, все оказывается не так просто. И нужно уже смотреть более такие частные моменты. Так вот, что мы видим здесь? Что мы видим на 4-часовом таймфрейме? А здесь мы видим после ухода вниз, я сразу отсюда начну отмечать, давайте я сделаю чуть крупнее и давайте будем красным цветом. Уход вниз говорит нам о том, что в рамках 4-часового таймфрейма у нас тенденция идет восходящая. мы видим мы снижались фактически до 11 октября до 11 октября это у нас была прошлая неделя то есть на 4-х часах мы оставались в формации нисходящей. После пробития максимума, который у нас был соревнован 29 сентября мы вернулись фактически к покупкам и теперь уже дальше наша задача состоит в том, чтобы искать ситуацию на покупку на более меньшем таймфрейме когда у нас данный тренд мы уже об этом начали говорить вновь перейдет к продажам когда мы можем начать продавать в рамках 4-х часов это произойдет в том случае если цена уйдет ниже этого минимума который у нас был обозначен 6 октября и смотря более крупный таймфрейм они совпадут здесь этот уровень и на 4-х часах он совпадает пока мы торгуемся выше этого значения тенденция все так же остается на укрепление в приоритете собственно когда мы переходим дальше то есть конечный результат конечный итог где мы принимаем решение то есть уже непосредственно час до часовой таймфрейм то тут нам нужно уже определить ситуации при которой мы определяем точку для входа сейчас я сделаю отображение чтобы на число не показывалось потому что будет чуть хуже видно то есть у нас есть участок первый участок который у нас сформировался вблизи данного уровня поддержки он у нас фактически находился в области 6 октября в пятницу мы его видели последний минимум который был и далее уже 9 октября на прошлой неделе в понедельник так вот что что мы можем с этим сделать вот билюс задает вопрос с интернетом запись обязательно будет на нашем ютуб канале вот сейчас сразу же приложу то есть там вы сможете завтра найти и пересмотреть там она будет так вот теперь наша задача это присоединиться к рынку если мы понимаем что у нас на дне тенденция восходящая на 4 часа тенденция восходящая то нам интересны будут те ситуации при которых мы получим сигнал на покупку на покупку можно работать и контртрендово но об этом мы поговорим завтра то есть как раз тут уже нужно с риск менеджментом поработать уменьшать риски какая ситуация мне нравится и то что я как раз использую в наших обзорах которые публикуются на ютуб канале это определение максимальных минимальных значений за торговый день за торговый период что нам это дает у нас фактически 4 торговые сессии где торгуются и азия и европа и америка и австралия тихоокеанский регион так вот то как у нас закрывается торговый день дает нам фактически понимание того кто у нас провладает продавцы или покупатели если мы видим что у нас пятница 6 октября то есть мы открылись по данным уровням закрытие произошло выше это пятница выходили данные по США вышли негативные опять же влияние фундаментального анализа и собственно после этого мы видим закрытие выше открытия то есть что это нам говорит это нам говорит о том что в этот день учитывая все факторы которые повлияли прошу прощения влияли на рынок покупатели в конце оказались сильнее да и нам нужно для этого подтверждение чтобы мы смогли дальше входить в сделку на покупку нам необходимо подтвердить что да это было там не какое-то мимолетное влияние а это действительно ситуация при которой покупатели перехватывают инициативу да по крайней мере для часового таймфрейма потому что там тоже все может безусловно меняться так вот для меня мне нравится определение того где у нас сформируется локальный максимум и локальный минимум за торговый день я коллеги напомню что есть очень удобная функция как раз приложение supreme эдишн которая позволяет определять максимально минимальное значение дня то есть его нужно скачать поставить поверх вашего метатрейдера и у вас будут появляться вот такие же линии как у меня до 1 хай до 1 лоу но они показывают для текущего то есть показывают предыдущий вот за этим уже отслеживать как закрывается торговый день чтобы там не высчитывать не вымерять а вот там уже направлено по минимуму по максимуму все поставлено это очень удобно так вот вернемся на прошлой неделе то есть мы видим пятница у нас закрывается выше на следующий день нам нужно подтверждение я для себя использую такое правило то есть одно вот самые ключевые то есть если у нас день который пробивается уже на следующий день находится в минимуме то есть это наиболее сильный сигнал то есть если это происходит это в середине движения сигнал не столь сильный но здесь мы видим локальный минимум за последние фактически несколько недель и уже на следующий день мы видим обновление максимума если мы говорим о часовом таймфрейме то по крайней мере одна часовая свеча должна и открыться и закрыться за уровнем то есть тень тенями она может уходить вниз но вот именно а так в принципе работает сигнал на пробитие то есть с помощью свечного анализа то есть как мы определяем пробитие то есть именно когда свеча полностью открывается закрывается за уровнем соответственно после того как мы видим данную ситуацию мы получаем уже сигнал на то что можем начинать покупать то есть уже сигнал идет на покупку и где у нас будет отмена данного сценария она произойдет у нас в том случае то есть в тот момент когда цена ну собственно уйдет ниже минимального значения то есть вот этот уровень который у нас есть по нему да вот минимальное значение которое у нас было за этот день там и нужно ставить стоп лосс то есть фактически если мы входим вот на пробить вот данного уровня то есть вот отсюда начинаем покупать идти вместе с рынком то уровень стоп лосс у нас движет находится за минимальное значение после его уже необходимо сопровождать то есть переносить за ценой идем да вот смотрим как это происходит то есть здесь мы определили точку для входа собственно можно входить либо по при подходе к данному уровню бывает так ситуация когда цена уходит к примеру вверх можно ставить отложенный ордер buy limit на покупку от этого уровня и присоединяться и дальше уже двигаться вместе за ценой то есть мы видим что у нас здесь минимум потом следующий минимум здесь идем выше формат сохраняется здесь и вот уже соответственно 13 октября в пятницу мы вновь уходим в коррекцию то есть это движение прошло порядка 90 пунктов оно могло пройти сразу до цивого значения которое мы оставили уже на более крупном таймфрейме но здесь оно остановилось и сейчас рынок находится в коррекции соответственно какая наша задача то есть мы можем то есть мы с вами можем закрыть к примеру те покупки которые у нас были в данном случае здесь то есть из них выйти и дальше уже либо работать контртрендово на данный коррекции либо ждать уже следующего сигнала на покупку фактически следующее подтверждение в рамках данного таймфрейма в рамках данного подхода вновь для покупок у нас появится в том случае сегодняшний день сможет закрыться выше максимума дня предыдущего то есть дня 17 октября но на мой взгляд уже довольно таки много времени скорее всего это пробитие мы увидим уже завтра и вот после этого мы вновь можем получить сигнал на вход на покупку в сторону основного тренда все в принципе логично и закономерно и вот таким образом я понимаю что я рассказал больше вот на своем до примере как я это делал но на мой взгляд вот он всю логику данное движение как раз и характеризует так вот максим пишет день манять так вот у меня к сожалению в чате не показывает время но я думаю что буквально 2-3 минуты графика не было сейчас он появился поставить пожалуйста плюс на импульс коррекцию когда мы коррекцию не учитываем из-за ее глубины считаем ее продолжением импульса вот анатолий сейчас я думаю что вот этот вопрос очень хорошо будет обсудить следующий понедельник на вебинаре так вот сейчас коллеги вот сейчас должен быть интертрейдер поставьте плюсик да отлично я его себе отмечу и в следующий понедельник я надеюсь что вы тоже будете присутствовать на этих вебинарах все и вернемся к этому вопросу то есть как раз эти исключения мы там и разбираем так вот возвращаясь там на 3-4 минуты назад отслеживая график пары евро-доллар то есть собственно после прохождения минимальных значений которые мы видели минимум который был 12 октября его пробили непосредственно 13 октября то есть вот здесь мы могли ну собственно предположить что вот это он завершится и цена пойдет в коррекцию опять же в рамках часового таймфрейма то есть это все относится к часу соответственно здесь мы могли из этой сделки выйти порядка 90 пунктов на прибыли и далее уже следующая ситуация для присоединения это искать когда вновь у нас появится сигнал на вход на покупку то есть на текущий момент для того чтобы инициировать покупки по евро-доллар нам нужно увидеть уход выше максимума который у нас был вчера то есть пока у нас сегодняшний день не закрыт мы берем максимум вчера то есть вчерашнего дня как только закроется сегодняшний день то мы собственно уже несколько смещаемся вот эта линия зеленая сместитель на максимум который у нас был в этот день и мы отрежем пробить его соответственно уровень стоп-лосс у нас за минимумом дня который пробивает да это отметка 117 30 минимальное значение цель маня цель движения в области 1870 дальше уже по восходящей то есть там уже начнет и четырехчасовой и дневной министрую формацию а николай думаю будет вопрос интересен всегда вопрос будет обязательно интересен всем смотрите николай а мы смотрим не только h1 да то есть как мы начинали то есть когда мы определяем тренд мы во-первых для себя определяем рабочий таймфрейм то есть если вы торгуете скальпингом да то есть достаточно там минута 15 минут час да то есть но все равно мы смотрим от большего к меньшему переходим если вы планируете для себя сделки чтобы тратить минимум времени для торговли то вы уже смотрите более крупный таймфрейм то есть начинок на день 4 часа и час для того чтобы понимать куда двигаться потому что вот как мы с вами начали да если цена уйдет ниже а вот отметки 1 1680 да то есть которым отмечали по минимальным значениям то вот после этого уже приоритет нужно давать непосредственно продажам то есть тогда она более крупным таймфрейм нас тренд начнет меняться то есть в этом смысл чтобы не начинать покупать на нисходящем более крупном тренде вот основная задача заключается в этом да 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 николай можно смотреть часто но может быть 30 минут но нужно чтобы в этот диапазон попадал один день да то есть одни сутки для более точных ну здесь уже начинается вариация да то есть можно это еще систему разложить да то есть искать точки входа более направлено и минутам вот мы разбираем самые важные моменты до которые нужно учитывать а хорошо у нас еще есть несколько вопросов которые нужно забрать о времени совсем не заметил как прошло 56 минут от начала нашего вебинара но тем кто не сможет посмотреть до конца я думаю что у нас еще где-то 25-30 минут нам потребуется посмотрите тогда в записи да но мы будем продолжать пока не освоим то что сейчас смотрели то есть вот тот принцип который я вам сказал который вам на своем примере постарался объяснить он у него есть некая доля субъективизма потому что я для себя вот ну определил возможно до меня это придет другой на вы там стив нисон который открыл японские свечи для европы для америки на свечи это практически это то же самое просто несколько другими словами на мой взгляд более понятно о которых характеризует что делает участие что происходит на рынке есть доли субъективизм безусловно 2 2 вид анализа который уже которым мы поговорим дальше это компьютерный анализ это уже а тот вид фактически анализа графика который позволяет запрограммировать некую ситуацию до после которой мы будем просто мы не будем делать никаких построений мы просто будем смотреть на график и видеть этот сигнал основным из данных инструментов является это их вы можете найти вот в разделе вставка индикаторы есть разные трендовые осцилляторы объемные билл виллинс и ваши собственные индикатор который называется мулинг эверэдж до скользящий средний он лежит в основе наверно большинства индикаторов так как он показывает отклонение от нормы да тут он берет какой-то период вот у нас сейчас я как раз открыл данное окно а период 10 то есть что это нам говорит что а мы возьмем последние 10 свечей и будем смотреть на сколько он отклоняться от норм действительно 10 последних свечей снижались до 11 идет выше дату среднего значения всех этих свечей значит тенденцию нас меняется если мы увеличиваем этот период соответственно а погрешность она также уменьшается вот давайте для примера а нанесем на график скользящую среднюю с периодом 21 что мы видим фактически это вот подырили нашего тренда а когда основное свойство скользящий средний когда покупать но собственно когда цена находится выше данного уровня да то есть у нас покупки когда идет ниже идут продажи да то есть все тоже довольно таки просто за исключением вот как раз вот такие ситуации которые уже необходимо фильтровать да то есть наверно торговать только по скользящей средней а это не совсем правильно то есть при индикаторах при пользу индикатор важно чтобы было подтверждение сигнал да то есть это может быть примеру комбинация японские свечи до свечные модели плюс индикатор да или это может быть несколько индикаторов сочетание да потому что ну вот как мы сейчас видим тоже простая система на основе которой объясняется поведение рынка скользящий средний данную то есть да мы видим что рынок идет вверх рынок вниз но когда дело доходит до открытия сделки то есть мы видим тут тут вроде ушла это пробить и на сейчас все пойдет вверх буду здесь покупать да а потом увидим что-то нас идет вниз то есть ну нужно это учитывать опять же здесь соотношение а таймфреймов она никуда не уходит вот опять же если мы перейдем примерно дневной таймфрейм а и посмотрим до 21 мунинг то здесь у нас идут уже непосредственно продажа вот он несколько сейчас меняется и показать тут важно учитывать то что прямые скользящие средние а плохо работают в боковике когда возникают такие вот такие боковые движения то цена может их пересекать на много раз и мы будем получать важные сигналы поэтому один из способов фильтрации это добавление индикаторов другого порядка то есть если мы добавим что к примеру индикатор 50 и поставим этот экспоненциальный построение давайте сделаем ее зеленый то фактически у нас это будет неким фильтром да фильтром для принятия решения то есть какой у нас здесь появляется сигнал когда у нас есть два мувинга до детской зачисления то сигнал по которым они подтверждают друг друга это их пересечения то есть а для того чтобы мы начали покупала продавать а оперируя знаниями о мувинга да то нам нужно увидеть когда они пересекутся то есть более быстро обгонит более медленно и тогда тенденция а может поменяться на нисходящий то есть но если вот вернуться на историю 14 год а ты собственно вот такой сигнал у нас должен появиться чтобы мы вновь начали к примеру продавать а вот как только мы его добавили то собственно все это согласовывается с тем что цена торгуется вблизи уровня поддержки дальше есть некая доля неопределенности то есть куда мы будем двигаться вверх и вниз но тем не менее этот индикатор тоже его обиде то есть подтверждение на продаже у нас не было и скорее всего но на 95 процентов моей уверенности в том что а произойдет этот сигнал пересечения их на дневном таймфрейме мы видим только после пробития как раз понимание значение которые мы с вами отмечали ранее используют только способ графического анализа а то же самое да то есть мы переходим уже на часовой таймфрейм и а практически здесь мы видим то же самое у нас день когда цена пробивает максимум прошу прощения минимум 12 октября то есть там где мы смотрели пробить его на на используя первый метод используя первый метод в данной точке здесь он практически произошел то же самое в этот же день но чуть да нет он в принципе произошел в то же самое время на той же самой свече фактически то есть он практически идентичен тому сигнал которому видели и началось даже нисходящее так вот где опять же нужно начинать покупать используя эти два метода их свойства а после их пересечения появится сигнал на покупку да то есть после этого можно уже будет ходить и опять же с большей вероятностью это произойдет в тот момент когда либо цена уйдет выше максимум предыдущего дня либо у нас она постоит в несколько дней вблизи данных уровней и собственно 20 дальше ну завтра мы сможем это посмотреть как закроется день ну и вот эту информацию я освещаю на наших ежедневных обзорах на youtube канале это имейте ввиду что еще да давайте сюда добавим еще один инструмент из группы уже осцилляторов который мне больше наверное всего импонирует по своим свойствам а индикатор и мы сидим стандартные параметры и опять же посмотрим что у нас происходит на нем тут есть несколько свойств до по которым можно оценивать ситуацию на рынке используя данный индикатор я сейчас вам хочу показать просто алгоритм неважно какой индикатор будет использовать важно использовать его соотношение чтобы они друг друга подтверждали и хочу вас предостричь от того что нужно использовать там то есть больше не значит лучше то есть 20 индикаторов лучше чем 5 вот 5 индикаторов которые несколько иными свойствами обладают будет гораздо лучше чем там 20 индикаторов которые практически идентичны я много раз рассказываю историю что когда я фактически перешел к тому чтобы торговать не используя индикаторы а вот ну просмотреть как цена движется произошло это после того как у меня на графике было порядка 6 осцилляторов где у нас один и сиди порядка 20 скользящий средний с разными периодами и шибоку на уровне фибоначчи и практически все что есть это трейдере я поставил на график и какой-то момент я пришел к выводу такому выводу что цены то самое я не вижу то есть много индикаторов дают противоречивый сигнал и пониманием это не добавляет начал убирать и принципе понял что меняется важно найти вот тот инструмент который позволяет принять решение протестировать на истории посмотреть по историческим данным тем более опять он можно по истории уходить до 70-х годов при желании и как это все работало и соотношение да то есть у нас есть примеру индикатор по нему нам нужно получить подтверждение мы добавили сюда индикаторы мы сиди какие у него есть свойства одно из основных свойств для покупок то есть если мы хотим покупать сигналы скользящих средних на покупку то гистограмма должна двигаться выше нулевого значения выше ли 0 а как у нас это было здесь вот у нас появился сигнал на покупку гистограмма движется выше нуля выше этой отметки то есть все вполне логично все стыкуется подтверждение да то есть можно получили для себя дополнительное подтверждение что можно входить на покупку а второе интересное свойство данного осциллятора заключается в таком понятии как дивергенция и конвергенции схождение и расхождения а вот я сейчас отметил ну практически минимальные значения которые у нас были вчера сегодня и если мы сделаем вот так да то есть соединим эти две два минимума которые у нас были сформированы здесь и соединим их на инстаграме вот такая ситуация когда у нас разнятся показания на практически на графике и на индикатор говорит нам о том что а это сигнал не самостоятельно это сигнал дополнительный то есть а он нам говорит о том что цена может вблизи данных уровней развернуться то есть но опять же вот на основе одного этого сигнала не нужно входить сделку на покупку так как он не является самостоятельно только дополнительно потому что а цена может пойти дальше и ничего об этом не помешает то есть важно еще тоже запомнить правило что цена нам ничего не должна она движется туда куда движется да то есть наша задача научиться присоединяться так вот этот инструмент является очень интересно потому что если мы получаем а данный сигнал вблизи минимальных значений да то есть у нас есть мы можем ожидать разворот а далее цена вы движется в область уже повышается за максимальное значение и когда у нас пересекутся мувинги то есть мы получаем сигнал на вход это все можно покупать и есть область к нам поставим стоп лоб собственно все все что нам нужно а мы здесь увидели та же самая картина точно вот было до момента вот данного разворота который мы видели то есть вот опять же максимум до максимум а здесь они двигаются движутся разнонаправленно это такое замедление даты замедление в тренде как вот здесь да то есть опять же мы видим здесь двигались вниз а здесь двигались наверх могли ожидать данное коррекционное движение что собственно и произошло поэтому с точки зрения компьютерных методов анализа именно анализ цены по определенной формуле а важный важный момент да то есть использовать несколько индикаторов которые друг друга подтверждают каждый индикатор он не обладает каким-то уникальным свой он обладает уникальным свойством для самого себя а но не для инструмента то есть вот то что мы сейчас с вами нанесли мунинге там 2150 для другой валютной пары другой акции для другого индекса может быть не релевантно то есть нужно подбирать параметры нет какой-то единственную индикатора который может работать всегда везде и при любых условиях да то есть иначе собственно все бы мы о нем знали и его бы использовали и знали никакой печали но это не так то есть нужно в любом случае рынок он меняется и там искусственный интеллекта который меняет параметры нашего индикатора под реалия рынка у нас нет самый важный как раз самая важная вещь это мы с вами то есть мы должны объективно оценивать ситуации на рынке и принимать решение поэтому когда вы используете или иные индикаторы то есть не нужно просто его где-то скачивать это ставить и начинать сразу по ним торговать нужно понять как он работает а что лежит в его основе какие параметры как их можно менять да то есть как он реагировал рынок на этом год назад как он реагирует сейчас потому что вот большинство там на советников роботов о которых тоже много людей пишут в интернете но нужно понимать о том что да этот советник может показать результатом на демо счету может быть колоссально то есть найти советника который на демо счету покажет тысячу процентов он за месяц вообще не сложно но он не учитывает там реале работа на реальном счету да то есть то что могут быть проскальзывание могут быть она задержки а так как это реальный рынок это живой организм и он не подстраиваться если результат был пример в этот месяц он хороший то значит что ситуация может поменяться в следующем месте все эти исключения их тоже нужно учитывать если вы будете использовать индикаторы то обязательно их нужно следить как они работают и но это как машина да то есть всегда ей нужна какая-то определенная оплатка нельзя просто включить станок его уйти он ломается он изнашиваться детали нужно заменять то есть вот такая аналогия на индикатор это тоже необходимо но здесь мы отчасти можем убрать ну практически человеческий фактор после того как мы провели расчеты выявили те инструменты которые нам нужны мы его можем убрать и и собственно по индикаторам также вот то что я хотел рассказать я рассказал у нас также на youtube канале есть записи более подробно по индикаторам более подробно по свечным моделям вы обязательно можете там найти эти видео и посмотреть у нас задача несколько другая моя задача вот больше вас направить да то есть помочь вам избежать тех ошибок которые являются трейдер потому что 100 трейдеров будут торговать по разным торговым системам но ошибки у них будут у всех одни и те же это проверено просто годами хорошо коллеги если будут вопросы по техническому анализу да то есть по графическому по компьютерному обязательно не напишите в чат а я на ваши вопросы отвечу уже в конце а сейчас у нас на очереди фундаментальный анализ то есть тот вид анализа тот вид факторов который нам позволяет определить а что на цену влияла да и почему цена этого пришла я выделил четыре основных фактора это финансовые факторы общеэкономические факторы политические факторы и постмажор по постмажорный фактор такой небольшой пример да у нас есть достаточно большое количество участников из россии и я хотел бы вспомнить ситуацию конца четырнадцатого года европейские страны каких смеи не было довольно таки давно но таких резких в конце четырнадцатого года заодно чтобы вам объяснить например вот финансовый фактор что это такое это ну во первых деятельность центральных банков которые отвечают за монетарную политику то есть который практически контролирует все что происходит с деньгами в стране ну и за ее пределом то есть что влияет на курс конец четырнадцатого года российский рубль падал по отношению к американскому доллару упал там порядка ста процентов 30 даже больше 35 до вырастал до более 80 и что делать центральный банк как он вмешался вмешался он тем что ключевая ставка была повышена что это значит это значит что когда ставки центральный банк когда то есть можно вот просто взять там ставки они называются по-другому по-разному есть некоторые отличия но а смысл у них на 99 процентов он совпадает и соответственно результат от действия с процентными ставками то есть если центральный банк процентную ставку повышает это приводит к росту национальной валюты если понижает это приводит у ее удешевление а почему так происходит это происходит потому что чем выше ставка тем фактически а данная валюта привлекательна для инвесторов то есть вы имея в одном банке там ставку 2 процента а в другом банке 3 процента то есть вам выгоднее взять ну условно чтобы объяснить механизмом кредит по 2 процента положить по 3 вы будете в плюсе то есть когда ставка повышается это вызывает приток капитала соответственно валю стоимость валют она увеличивается и точно так же наоборот когда ставка снижается это вызывает отток отток капитала то есть для того чтобы как раз оживить экономику ставки и уменьшают потому что становится невыгодно хранить средства для на депозитах банка то есть это ну если возьмем вот таки частно у меня глобальный там корпорация говорим а вот она с вами то есть чем меньше ставка до тем невыгоднее ее хранить то есть чтобы деньги правительство и чтобы деньги залов банки ставку понижают а оттуда до 100 деньги мы вынимаем и начинаем их тратить куда-то инвестировать что-то покупать в общем реализовывать потому что мы понимаем что в банке и держать нам не выгодно таким образом это и работает то есть к финансовым факторам относится то политика которую ведут центральный банк то есть пресс сша и цб европейский центральный банк банк японии банк англии банк канады и так далее за всеми этими событиями а можно следить экономическом календаре и мы каждый понедельник мой коллега фридерик диньель делает обзор тех событий которые выходят на неделю и мы делаем рассылку каждый понедельник которым есть это видео либо на нашем канале вы всегда можете посмотреть чтобы быть в курсе актуальных событий да то есть видео там на 10 минут здесь вот действенно потратить и мы будем что будет просветить на текущей неделе на что обратить внимание а плюс мы также делал онлайн трансляции с нашу канал где в режиме реального времени фридерик комментирует эти события следующее это общеэкономические факторы уже сюда мы относим а те а показатели которые характеризуют экономику да то есть ввп инфляция безработица и все прочее то есть здесь не нужно быть экономистом чтобы принципе оценить да то есть безработица растет значит негативная страна а если безработица снижается это позитив а инфляция или ввп да то есть ввп снижается значит негатив увеличиваться что все довольно таки просто и таких событий опять же их не так много в экономическом календаре который есть на сайте драмаркет называется он календарь а форекс находится в разделе аналитика сейчас я вам пришлю выстроить фильтр а по которому а уже определять можете определять те события которые будут выходить на текущей неделе чтобы знать что на рынок повлияет потому что публикации этих данных происходит фактически рынок начинает реагировать при том как они публикуются вот один из факторов которые публикуются это всем известный но он фарм фейер воскалить созданных рабочих мест министерского хозяйства каждая первая пятница месяца и вот как только эти данные опубликованы рынок сразу начинает реагировать то есть начинает идти движение там либо вверх либо вниз зависимости от того чего ожидали собственно логика тоже абсолютно простая если там есть три значения да то есть ожидаемое прошлое и фактическое то есть если мы видим что прошлом месяце было создано например 100 тысяч рабочих мест а в этом месяце ожидаем 130 то есть это позитив да но он это еще они подтверждены данные рынок это учитывает то есть а вот прям этот рост валюты неважно какой а мы могли видеть до момента публикации данных его мы можем связать с тем что рынок а рост как раз на этих ожиданиях не будет цена продолжит двигаться так как и двигалась если выйдет еще лучше то есть выйдет там 160 тысяч то рынок ускорится дабы двигаться быстрее а если выйдет меньше к примеру там 80 или 50 или 10 то это уже будет негатив и цена развернется и пойдет очень активно движение нисходящее против того тренда который был но опять же тренда не меняется сразу и какое-то одно событие она не может помнить общую тенденцию но знать когда выходят эти события безусловно важно потому что открывая позицию допланирую сделку вы могли подождать на когда выйдут эти события уже после него потому что опять же мы не знаем как что выйдет а какие будут данные и а и как они повлияют на рынок то есть мы сможем и у них уже понять только после того как они будут опубликованы и в этом есть а собственно отличие фундаментального анализа политические факторы то есть это собственно те события которые влияют на политику страны потому что когда меняется партия то есть было там во главе стороны партия 20 лет и тут вдруг приходит другая то есть они победили это вызывает неопределенность то есть какая будет политика то что они будут делать и безусловно есть программы и все прочее но а тем не менее если взять инвестора до которым вкладывать деньги в экономику страны это как раз вызывает отток капитала да то есть может вызывать либо какая-то будет какой-то флэйт будет какой-то боковик либо на будет вывод капитала потому что пока не начали еще свою работу проводить свою политику и все прочее что будет дальше еще не здесь вот эти моменты неопределенности особенно когда досрочные выборы или какие-то отставки да как великобритании например были то есть это все так же влияет на рынок но для себя учесть вот данный фактор не всегда мы можем не всегда знаем когда кто-то уйдет в отставку до преждевременно у нас этой информации нет мы можем как я рассказал как торговать рынок а поэтому стоп лосс разумный объем контракта он будет практически защищать а наш депозит потому что такие ситуации могут безусловно произойти именно нужно быть ним готовыми то есть такие ситуации могут происходить постоянно то есть это вот именно как раз те черные лебеди которые на рынке могут и появляться поэтому она уже поле с менеджером мы поговорим завтра а более подробно и четвертый фактор пост-мажор то есть те ситуации которые опять же мы не можем заранее а для себя спрогнозировать это различные войны и катаклизмы а гены катастрофы то есть те ситуации которые также могут произойти без нашего участия и без нашу ведомость мы опять же сможем только уже по факту посмотреть как на рынок как рынок на это среагировал и уже оценить данную ситуацию вот коллеги а также напомню что пятом метатрейдере до пятом четвертом есть очень удобная функция которая сейчас я перешел метатрейдер входит также в пакет supreme edition и она позволяет на график отобразить те события которые есть но пятом метатрейдере они так же есть не столь возможно удобно отображаются да то есть можно использовать и те которые есть стандартно пятом метатрейдере если вы работаете на четвертом а пока не планируете переходить на пятый то воспользуйтесь индикатором который называется адмирал календарь он в этом плане очень удобно сейчас покажу как он работа то есть вот после установки supreme edition адмирал календарь находим индикатор запускаем и тут нужно выбрать параметры то есть опять же новостей очень много и есть различная степень важных но на мой взгляд достаточно смотреть только самый важный выбираем параметры high only и показать предыдущий нам уже не столь важны да можем отобразить показать только будущее нажимаем ok и на графике мы сможем увидеть те события которые будут появляться по по той или иной о стране группу индикаторов которые мы выбрали так сейчас почему-то он не отобразился тоже ты да быстро на происходит показать хай он а лучше а так все должно отображаться хорошо давайте я покажу лучше на четвертом это трейдере по крайней мере там спятым и только его на начали до интегрировать сейчас я запущу четвертый и покажу на нем прошу прощения за данную палатку обязательно проверю но почему он не реагирует одно четвертый в этом плане показывать все хорошо да да вот сейчас перед вами должен быть метатрейдер если мы берем так же валютную пару евро доллар находим есть у меня он не установлен хорошо я коллеги вам покажу об этом завтра переустанавливал систему и туда его не установил завтра вам обязательно покажу то есть фактически это будет как пятый метатрейдер те события которые публикуются на предстоящей неделе он вам показывает стрелка когда они будут выходить и вы будете знать о них быть в курсе до того события которые публикуются сейчас вам также приложу давайте лучше сейчас покажу коллеги а если у вас есть вопросы которые вам хотелось бы задать то пожалуйста напишите сейчас в чат я прикладываю вам ссылку также на supreme edition его сейчас быстро себе установлю на четвертый метатрейдер это займет буквально одну минуту и вам его продемонстрирую да вам его покажу поэтому по основным вопросам до которые я хотел сегодня рассказать обсудить я рассказал жду ваших вопросов сейчас чтобы мы смогли онлайн их обсудить и уже собственно завтра закрепить наши знания по трейдингу да поговорить о риск менеджменте и о формировании торговой системы формирование торговой стратегии поэтому пожалуйста напишите ваши вопросы и я вам на них отвечу я вижу что участники нам присоединили присоединились некоторые чуть позже поэтому напомню что если вы пропустили начало то запись вебинара вы сможете найти на нашем youtube канале вот еще раз ссылку приложил подпишитесь на него завтра первое половине дня запись появится и вы сможете посмотреть ну либо посмотрите уже после вебинара который будет завтра и я напомню коллеги что как мы договорились на первом занятии вебинар который спланировался в пятницу мы проведем его завтра а также в 18.00 да уже где мы поговорим о формировании торговой стратегии и риск менеджмента коллеги если пока вот вопросов не появилось то есть пожалуйста обозначьте себя то есть поставьте плюсик или напишите вопрос чтобы я уже понимал а есть ли у нас вопросы не нужно ли мне собственно те вопросы на которые нужно дать ответ а я напоминаю что я у нас есть еще время я здесь вот максим пишет что да я обязательно дождусь ваш вопрос и вам на него отвечу соответственно все вопросы которые могут возникнуть чуть позже через час завтра утром вы можете прислать мне на почту и и завтра мы обязательно этот вопрос разберем вот моя почта я еще раз продублировал и коллеги также я напоминаю что в рамках вот курса персональный инвестиций то есть у нас есть плюсы для тех кто является также клиентом адмирал маркет я со своей стороны готов провести скайп встречу для того чтобы разобрать вашу торговлю рассказать вам индивидуально а по данной торговой стратегии если вы являетесь клиентом компании адмирал маркет и у вас открыт реальный счет об этом вы можете мне написать на почту и мы с вами обязательно договоримся по времени созвонимся и вот вместе с вами все это сделано через скайп это очень удобно и также со следующей недели у нас я вот уже говорил уже начали поступать первые заявки на добавление будет создан отдельный телеграм-канал где будут также включены трейдеры кто работают непосредственно компания драма маркет где я буду уже вот непосредственно онлайн несколько раз в день делать заметки о том что на рынке сейчас происходит и на что нужно обратить внимание данная функция также будет доступна для клиентов адмирал маркет и для добавления нужно написать мне на почту указать номер вашего реального счета и собственно вы будете туда добавлены да максим от вас я получил как только он будет точнее он уже сделан но полностью запуск у нас будет на следующей неделе в понедельник поэтому ваша заявка у меня есть максим задает вопрос можно еще раз пояснить роль значения уровней на более старших таймфреймах как их определять тоже максимально минимальны как с ними взаимодействовать на более младших таймфреймах есть описание настроек метатрейдера 4 закроешь программу когда вновь откроешь все по-другому а вы имеете ввиду вот андрей да что мне просто понять ваш вопрос и да вот максим не опередили то есть вы имеете ввиду когда вы одна то есть вот сохранить все те настройки которые у вас были на графике я правильно понимаю ваш вопрос то есть чтобы вы открыли терминал если что могли просто вернуть то что было предыдущие а я сейчас поясню как это можно делать удобно единственное что от андрея да вот не нужно подтверждение да есть профиль и шаблоны и это уже частности до которые появляются андрей сделайте пожалуйста подтверждение андрей хорошо то есть все сохраняется через что посмотрите я покажу вот вам такую очень удобную вещь сейчас я перейду метатрейдер так 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 а вот поставьте пожалуйста плюс да если он у вас сейчас появился а во первых по календарю да вот кстати сейчас мы с вами видим что рост евро продолжается поэтому вполне вероятно что перехали до ближайшие несколько дней не увидим из покупкам произойдет но пока нужно дать подтверждение во первых вот адмирал хайлоу который позволяет отобразить максимум минимум торгового дня а единственное что здесь нужно поменять в стандартных параметрах это предыдущий бар да чтобы у нас отображался день а предыдущий можно строить разные линии разным цветом разной толщиной и вот индикатор а который называется адмирал календарь да который я начал говорить то есть как я уже сказал то есть задаем параметры будущее да самое важное хай он ли и нажимаем ok а и у нас вот на графике появляются такие колокольчики которые нам сигнализирует о том когда у нас выходят новости то есть вот в этот момент а у нас выйдут данным можем навести и посмотреть ну здесь будут данные по вторичному рынке домов да то есть мы после того кризиса который был в США да по с подечным кредитованием то есть показатели очень актуальны или далее да то есть вот те показатели которые у нас будут то есть вот здесь вы будете понимать когда на рынке что-то может произойти да и зайти уже в экономический календарь на сайте посмотреть более подробно более подробно описание того что будет но вот этот маленький колокольчик вам даст понимание что вот сейчас на рынке что-то может произойти и вы будете к этому готовы предупрежден что называется значит вооружен а теперь вот возвращаясь к вопросу который был у максима как определять по максимум минимум смотрите как я уже сказал то есть я для себя использую принцип определения максимальных минимальных значений от свойств тренда да то есть импульс есть коррекция есть следующий импульс то есть те уровни которые у нас формируются после как раз коррекционных движений и являются значимыми для рынка то есть значимыми для того таймфрейма который мы смотрим то есть если у нас этот день то на текущий момент значимый уровень который мы видим по данному инструменту у нас находится на минимальном значении в области 1.16.66 да то есть вот был последний импульс и с него коррекция сейчас который коррект у нас происходит то есть чтобы нам подтверждение было вот этого уровня следующая цель это уже уйти выше то есть как только цель уйдет у нас все так же останется данный данный уровень для после прохождения которого уже будут актуальны продажи соответственно как это согласуется с другими таймфреймами когда мы планируем сделку на покупку ну то есть мы видим что у нас на дне рост сохраняется и уже переходя на более меньший таймфрейм отдаем приоритет непосредственно покупкам то есть а вот это коррекция это коррекция в рамках более крупного таймфрейма 4 часа это тоже коррекция в рамках более крупного таймфрейма фактически вот это движение пока не пробит вот этот минимум он и остается коррекция а вот важно об этом помнить Как с ними взаимодействовать на более младших таймфреймах? Безусловно, всегда у трейдера есть огромный соблазн продать вот здесь или купить вот здесь. Но, поверьте, это те случаи, которые в большинстве появляются случайно. То есть уход, выход из данной зоны для меня будет более информативен для начала продаж, чем, к примеру, просто какая-то цена подошла к уровню. Безусловно, здесь можно подключить свечные модели, которые могут также являться дополнительным подтверждением. Но поймать самый максимум или поймать самый минимум, это больше... То есть без подтверждения, я имею в виду. Это практически невозможно. Андрей, ваш вопрос по шаблонам. То есть смотрите, у меня есть стандартный график. То есть если вы закрываете... Вот еще важный момент. Нужно компьютер выключать корректно. То есть если вы... Ну бывает такой, там свет выключили, терминал выключился, и он как бы откатывается стандартным настройкам. То есть все ваши действия, они могут пропасть просто с графика. Поэтому вы можете сохранить, например, шаблон, да? Сохранить шаблон на каждую валютную пару, либо сохранить профиль, вот как Борис тоже подсказывал. И тогда вы сможете быстро вернуть ваши настройки. То есть если мы сохраним этот шаблон евро-юсд, да, то, собственно, открывая заново график пары евро-доллар, да, мы можем выбрать шаблон, загрузить шаблон и выбрать евро-юсд. И вот мы вернулись к тому, что у нас, соответственно, было. То есть все настройки, все индикаторы, которые были у нас, там сохранились. И вот еще один, наверное, может быть не все об этом знают, но очень удобная вещь. Вот у меня есть, к примеру, мой стандартный вид графика, да, то есть это нет сетки, стоят разделители периодов и есть индикатор high-low и, собственно, новости. И я хочу, чтобы у меня на всех инструментах, которые я открываю, это было, да, то есть вот стандартно, когда я открою новый график. Так можно сделать, это нужно сохранить шаблон, да, то есть выбираем сохранить шаблон и находим в этой папке есть шаблоны и вот с названием default, то есть стандартный. И когда я нажимаю save, то есть он его переписывает и вот теперь открывая, например, любую пару, там доллар-иена, у меня все эти настройки здесь сохраняются. То есть это очень удобно, то есть, ну, практически каждый открытый график, но не нужно перенастраивать. И оно будет работать, то есть там настроить фон, не будет открываться там черный фон, то есть уже будет все максимально удобно. Итак, коллеги, есть ли у вас еще вопросы, которые хотелось бы задать перед завершением нашего вебинара? По книге 100% Forex, которую я сейчас еще раз ссылку продублирую, если мало ли кто-то не успел скачать, будет небольшое, что называется, домашнее задание. Это прочитать уже более подробно то, о чем мы с вами говорили, особенно для тех участников, работает пока только на демо-счетах. Это глава 2, 3, 4, то есть фактически то, что мы с вами сегодня разбирали, технический анализ и фундаментальный анализ. И от вас я жду на почту, еще раз ее сейчас приложу. Присылайте мне на почту ваши вопросы и завтра на вебинаре я на них вам отвечу. Хорошо, коллеги, если пока вопросов нет, то будем прощаться, будем прощаться до завтра. Еще раз напоминаю, завтра в 18.00 вам также придет ссылка, либо вы можете воспользоваться той же самой ссылкой, которая у вас сейчас, она не меняется, для того, чтобы подключиться к нашему вебинару. Тогда, коллеги, всем желаю хорошего вечера, мы с вами хорошо поработали, спасибо вам за активность, как всегда, и увидимся уже завтра и продолжим разбираться в этом мире трейдинга. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok